Сейчас появились еще новые игроки с большими амбициями, например, Польша. Поэтому эту войну сейчас отложили. Ее примирение приблизительно, возможно, в декабре. Почему в декабре, говорю? Потому что, по заявлению Энтони Блинкеня, возможная официальная встреча или визит Байдена или Сыдзимбиня по решению мировых вопросов состоится в конце ноября, максимум начало декабря. То есть к этому времени должно четкое понимание, что делать с Украиной, что делать с Россией или какие закладывать основы притворения этого плана в жизнь. Поэтому до этого времени теперь вопрос с Польшей стоит. Он очень особняком стоит и очень, кстати, опасный эффект. Я думаю, что продолжение или растягивание этой войны, оно заключается именно с польским фактором присутствия в украинской войне. Но в прошлом году я говорил, что пока вы украинцы, захлеб нужны всем, они вас за сос целуют. Решайте свои проблемы. Я имел в виду проблемы с Польшей, я озвучил, проблемы с Венгрией, проблемы с Молдавией. К моему большому сожалению, это просто был голос вопиющего в пустыне. Сейчас вы видите, что Польша или правительство Дуды проводят определенную политику. Мы можем ее назвать по указке с Вашингтона. Мы можем ее называть по указке де-факто из России, потому что Россия заинтересована в сохранении власти господина Дуда. Насколько бы она антироссийской не была, она его устраивает своей именно антироссийской агрессивной позицией, нежели та власть, которая может прийти к власти. И вам заблокировали зерновую поставку. Вы воюете. Они не только должны сами ее вывозить. И если даже будет возможность перепродавать и даже датировать для того, чтобы у вас была экономическая самостоятельность, финансовая, они вас заблокировали. Такая же ситуация по Венгрии, такая же ситуация по другим странам. Но смотрите, не нужно думать, что Украина монолитна в плане того, что вы ведете войну. Вы торгуете и продолжаете торговать российским газом. Ваши хранилища переданы иностранным компаниям для хранения газа на землю. Вы продолжаете через свою территорию торговать стратегически важными ресурсами, необходимым вашим, в кавычках говорю, вашим партнерам в Европе, российским. И у многих людей на Западе, у американцев появляется вопрос. Ребята, мы им даем деньги? Они же зарабатывают. Почему они свои деньги не тратят на строительство своих заводов? Мы им даем деньги для того, чтобы они могли поддерживать свою экономическую жизнь. Но для чего финансировать строительство стадиона в регионах, которые находятся под оккупацией? Куда вы эти деньги тратите? То есть уровень коррупции, уровень расходов финансовых, которые поставляются со стороны западных партнеров в Украину, он начинает создавать внутреннее напряжение в самой Америке. Что наши деньги, так скажем, нецелевыми, так скажем, путями расходуются. И вот этот весь конгломерат, когда вы делаете ошибки, а не ваши ошибки используют, оно приводит к тому, что эта война будет продолжаться управляемой оставаться. И даже ваше перемирие будет управляемое на условиях, как бы Украина не сопротивлялась, как бы России не хотели захватить, я не знаю, и Львов тоже. Я не знаю, у них есть такие планы или нет, но как бы они не захотели захватить Львов, они будут находиться в рамках того военного противостояния, который очерчен модераторами мира, соответствующих поставках вам, соответствующих видов вооружения, ну и естественно внутреннее управление из России, соответствующих фронтов, куда можно наступать, что нужно захватывать, а чего нельзя. В прошлом месяце я давал интервью украинским средствам массовой информации, я им сказал, что ребята, если Украина не захочет сесть за стол, я читаю американскую прессу, тогда россиянам дадут отмашку превратить Украину в сухопутную державу, и они будут наносить удары по Николаеву, по Одессе, что и произошло 17-го числа. То есть я эти факты вам зачем привожу? Дело в том, что логика войны, здесь не нужно быть астрологом, логика войны, она понятна, или ты садишься на этих условиях, или ты больше теряешь. Что потеряет, растягивая войну, Украина еще, мы не знаем, но принуждение к перемирию, не миру, к перемирию, оно будет обязательно. И это будет опять за счет Украины. А вот господин Шабанов, вы говорите, запад не позволит России победить, но и проиграть тоже. Я просто не первый раз слышу тезис вот этот от представителей и Европы, и Северной Америки, что мы не можем позволить там вот России потерпеть такое сокрушительное поражение, потому что это может помешать глобальной безопасности. Что это значит? Нет. Но смотрите, рано или поздно, а я могу назвать даже дату приблизительно, по планам мироуправителей, в 27-28 году должно начаться процесс децентрализации России. Вообще новый мировой порядок должен быть установлен в 2035 году. Когда говорят о том, что мы не можем России дать распаса, мы должны понимать, Россия христианство, значит, расовой принадлежности. Я имею в виду о русских, как государство, образующем народе России. И когда я говорю о России, я имею в виду русских. Они являются все-таки частью западной цивилизации, не китайской цивилизации. Несмотря на заявление господина Данилова, националистическое заявление, фашистское, что азиаты-то одно, русские тоже азиаты, в любом случае, я считаю, что Россия в американском понимании все-таки часть западной цивилизации. И представьте себе, американцы сейчас допускают вашу победу. Вы разгромили Россию, она стала разваливаться, как говорится, по швам. Кто придет в Центральную Азию? Китай. Кто придет в Монгорию? Китай. Кто пойдет на Кавказ, в Иран? Китай. А нужно ли это, большой глобальный дракон для Китая? Поэтому пока они не подготовили свои фундаментальные, так скажем, проекты против Китая в Тихом океане, в Центральной Азии, на Кавказе, в Иране. Вот Ближняя Восточная война, она направлена на то, чтобы Китай туда не залез. Или, по крайней мере, Китай не стал доминантом на юге, глобальном юге. А это нефть, газ и природные ресурсы. Поэтому, пока Америка это не подготовила, она к этому будет готова уже фактически после выборов США. А с 25-го года, то есть с конца 25-го, начало 26-го года, она начнет активную прокси-экономическую войну, и даже войну, значит, военно-политическое поддавливание руками Японии, Филиппин, Вьетнама, других государств Тихого океана, зажимать или брать в кольцо, возможно, анаконды Китай. Пока она это не подготовила, она не готова к распаду России. Это первый фактор. Второй фактор. Им нужно установить контроль над ядерными ресурсами России. Понимаете? Пока они не установят точно понимание, кто будет преемником Путина, как будет решаться между Китаем и США судьба ядерных боеголовок, значит, России, они к этому не придут, решению, как делить Россию. Ну и последнее. Самое главное и заключительное. Когда была подписана в 41-м году Атлантическая хартия, после этой Атлантической хартии был сформирован ООО, Организация Объединенных Наций, где они расписали для себя правила, как они будут жить на планете Земля. Вот сейчас Атлантическая хартия снова вошла в оборот, снова подписана, и создается новый союз, одна нация, то есть Англосаксы, пять государств. И вот в этой рамке они сейчас должны теперь с Китаем договориться, как они будут жить на планете Земля, уже без России. Понимаете? И, наверное, малозначимая для многих людей, все-таки российская интеллектуальная элита или ее космические программы имеют очень важное значение с наступающими, так скажем, проблемами в космосе и, естественно, наступающими проблемами, которые происходят на планете Земного Шара. Я бы хотел вам, значит, озвучить самое главное стратегическое задание или стратегическую дорогу, дорожную карту, которую между собой или, значит, китайцы и американцы обсуждают. Четыре главных направления переформатирования мира. Это первое, это климатический вопрос. Он первый в повестке стоит. Второе, это решение со здравоохранением. То есть, условно, можно здесь и включить тот процесс, из-за которого мы полтора года сидели дома. Третье, это космические программы. Ну и четвертое, цифровизация. Почему я эти вещи вам процитировал? По всем этим направлениям идет сотрудничество. То есть, они могут с Китаем воевать, но в соседней квартире торговать. Это американская политика. Так нужно ее понимать. Она не состоит из черного и из белого. Она всегда состоит из системы сдержек и противовесов. Это, естественно, в рамках своей личной выгоды. То есть, где нужно отступить? Отступят, чтобы получить большее. Ну и так далее. Вот один шаг назад, два шага вперед и так далее. То есть, сейчас в рамках космических программ пока нужна Россия. НАСА заявило, что мы надеемся на продолжение сотрудничества с Роскосмосом в рамках космической станции, значит, на небесах, так скажем. Поэтому эти программы, они еще не свертаны, не закончены. По этим направлениям не идет сотрудничество. Идет, понимаете, они не приняли решение, что будет с научными программами России. Как они будут разделены между Китаем и США. Что будет с учеными, которые это разрабатывают. Сколько можно сейчас уже использовать российские спутники военные, гражданские, метеорологические. Сколько можно использовать МКС, значит, космическую станцию России. Есть глобальные вещи, которые выше Украины, выше Азербайджана, выше, я не знаю, Эфиопии и так далее. Поэтому идет градация оформления интересов. И из этого баланса выбирается, что же будет в Украине, что же будет с Россией. Или когда это нужно сделать. Но для этого все готовятся. Они хотят установить, значит, мир из двух частей. Китайский и американский. По крайней мере, пока. Друзья, ну, как честные люди, за такой свежий взгляд на вещи и глубокую аналитику уже поставьте лайк этому видео. Если не сделали этого вначале, у нас, господин Шабанов, еще одна тема напоследок, которая достаточно резонансная последние дни. Они обсуждали информацию журналистов о том, что в Совете национальной безопасности Украины планируют инициировать исключение Израиля из формата «Рамштайн». И даже вернуть визы с этой страной. Все это происходило на фоне нескольких процессов. Нашим зрителям напомню, сначала Израиль отменил медицинское страхование для украинских беженцев, в том числе для людей пожилого возраста. Из-за этого хотели ввести такую меру, как отмена безвизового режима на фоне Нового года, который отмечают хасиды в Умане, в Украине. В итоге, как сообщили в Министерстве иностранных дел, Израиль планирует вернуть это медстрахование. И действительно сослались, скажем так, на непонимание между разными институтами внутри страны, внутри Израиля. А вот информация про исключение Израиля из формата «Рамштайн» более серьезная, потому что посол Украины в Израиле подтвердил, что такие разговоры действительно велись, но больше подробностей не сообщал. Журналисты считают, что Украина планирует инициировать исключение Израиля из-за того, что переживает, что часть информации либо попала уже, либо попадет о поставках вооружения, попадет в Россию. Господин Шабанов, хотелось бы поговорить об отношениях Украина-Израиль, Израиль-Россия через призму полномасштабного вторжения России в Украину. Действительно, мы видим, что гуманитарные вопросы, Израиль помогает Украине, участвует в формате «Рамштайн», их технологии тоже используются в западном вооружении, которое после предоставляется Украине. Однако, если уже в РНБО, если верить журналистам, заявляют о том, что Израиль может поставлять информацию Российской Федерации, зачем это им и верите ли вы в такое развитие событий? Значит, уважаемый Алексей, благодарю вас за такой опять обширный многогранный вопрос. Во-первых, нужно посмотреть, вернуться к пониманию ситуации, к истории отношений украинцев и, так скажем, евреев, евдеев. Хотя бы сто лет назад. Это первое. Израильтяне этого не забыли. Я не говорю, что это является сейчас главным фактором, но то правительство, которое сейчас сформировано в Израиле, оно религиозное правительство, понимаете? Это союз религиозных, так скажем, партий. Некоторые даже вообще сами израильтяне не приемляют эту коалицию. И даже вот мы видим митинги и протесты в самом Израиле. Вот это правительство, оно не устраивает самих израильтян в большинстве своем, нежели оно может устраивать украинцев. Это первый формат, который мы с вами должны понимать. Второе. Эти религиозные деятели, они и являются главной давлеющей силой отношений между Израилем и Украиной, как раз по умам, то, что вы сейчас озвучили. Это тоже фактор. Следующий фактор. Мы должны понимать другую вещь. Во-первых, гуманитарную помощь она оказывает. Да. Технологии, как вы сказали, которые присутствуют в израильстве в разных западных видах вооружения, она дает разрешение. Без ее разрешения мы не дали. Она дает разрешение, чтобы вам дали. Да. Так почему же она не активно, как вы хотите, не помогает Украине? Так все дело в том, что Израиль находится практически в состоянии постоянной войны. И здесь главным угрозой для нее является государство Иран, которое выходит на уровень стратегического партнерства с Россией. Как вы думаете, может ли маленький Израиль позволить себе каприз выступить против России в украинской войне, чтобы ее просто задавил Иран? При помощи российских спутников, российских видов вооружений. И сейчас пропаганда идет, что Россия до чего опустилась, в Иране что-то покупает. И у нее не хватает снарядов, она покупает. Она отставала в вот этих шахедах, беспилотниках. Она сейчас уже сама производит. То есть России нужно было какое-то время. Время вы это упустили, чтобы победить. Когда вы ее застали в расход. И вы это время упустили, чтобы вы победите. Я не знаю, по каким причинам. Но сейчас она перестроилась. Она стала технологически на уровне 60-х годов до 20-го века. Но она стала опять военно-независимой. И представьте себе, даже вот эти старые ненужные танки. Так они же задавят Израиль количеством, не качеством. Вот в чем вопрос. Поэтому, исходя из своих национальных интересов, я думаю, что Израиль, в принципе, я не могу сказать правильно или правильно поступает. Но если говорить о защите своих интересов, я думаю, что они думают в первую очередь о себе. Второе. Ведь проблема украинской дипломатии, знаете в чем? К сожалению, в Украине дипломаты, политики живут настроениями. Живут какими-то кучковыми, так скажем, психологиями. Почему? Вы вспомните, когда было голосование. Ведь вы просили у них ПВО, а голосовали против Израиля. Такая же ситуация у вас случилась с уважаемым депутатом Гончаренко. Я уважаемый пишу в кавычках. Потому что, выступая в Совете Европы, он сделал заявление, что он, в принципе, готов выступить за создание или голосует и инициирует закон в Совете Европы против Азербайджана за то, чтобы открыть Лачинский коридор. То есть он посягает на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской республики. Как должны в Азербайджане понимать вот этот выпад депутатов Украины в Совете Европы? То есть это выпад против Азербайджана. А здесь все документы, циркуляры сопровождаются Министерством иностранных дел Украины. То есть в соответствии с ним, с национальным интересом Украины применяется решение. То есть я хочу сказать, пока в Украине не начнут защищать принципы, а не капризы, с вами никто не будет договариваться. Или, по крайней мере, у вас серьезным партнером не будет считаться. Потому что, предположим, президент говорит, что их страна наш стратегический союзник. А ваши депутаты в Африканском союзе голосуют против этой африканской страны. Понимаете? Вы не Америка, вы не печатаете доллар. У вас военный бюджет не триллион долларов, чтобы себя так вести. Вот когда достигнете этого этапа, будете иметь семь пядей во лбу, как это имеют американцы. Пока вам нужно выстоять, выжить и победить. А для этого нужно защищать только и только те международные принципы, требования к которым вы предъявляете ко всем спонсорам, чтобы они защитили принципы территориальной целостности Украины. Но если вы требуете защиты своей территориальной целостности, а выступаете против территориальной целостности партнеров, союзников, друзей, вы будете недоговорными или нерукопожатыми. Поэтому здесь ключевая вещь, то, что Запад требует от вас, конечно, еще одним инструментом давления на Украину будет это проведение выборов, как в Раду, так и президентских. Потому что власть должна быть легитимная, она должна получить мандат от народа. Вот как этот рубиком пройдет, когда у вас время выборов закончится, вы увидите, какой наплыв западной прессы антиукраинской, чтобы власть незаконная польется на ваши головы и ваши СМИ. Вы это все увидите. Потрясающе.